Драматический триумф! Сразу две золотые маски взяли театры Самары и Новокуйбышевска. Не отличишь от настоящей, в Самаре чаще всего подделывают пятитысячные купюры, как распознать фальшивку. От рыбы до зефира, чем торгуют незаконные самарские лоточники. Есть такая профессия – родину защищать. В день призывника боевые офицеры рассказали молодежи, зачем нужно идти в армию. В боях без правил все же есть правила. Серебряные медали на чемпионате ПФУ у самарской сборной. «Золотая маска» объявила победителей. Долгожданное награждение состоялось накануне на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. В этом году номинации было как никогда много – 290-й. Самара не ударила в грязь лицом. На конкурс были представлены три губернских театра. Два из них привезут домой заветные статуэтки. Театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска отметили за лучшие костюмы спектакли «Корабль дураков». Премию получила художник Елена Славьева. Театр драмы имени Горького из пяти номинаций взял лучшую мужскую роль второго плана в музыкальном театре. Лауреатом стал заслуженный артист России и народный артист Самарской области Владимир Гальченко. Он находится еще в столице, но нам удалось связаться с ним по телефону и поздравить с победой. Я, к своему удивлению, обнаружил, что волновался почему-то больше, нежели перед спектаклем московским. Потому что спектакль вроде как вещь нами подготовленная, поэтому волнение было, но не такое сильное, как на вручение. Номинация необычная для нас, потому что мы же драматические артисты, а тут номинация мюзикл. Поэтому как-то ехали, не рассчитывая ни на что, рискнули, что называется. Тем более приятно оказалось потом, что этот риск как-то уже начался успехом. Избушка на курьих ножках. Архитекторы Самарского политеха создали первый шагающий офис. Пока такие мобильные конструкции есть только в виде прототипов. Но шагающие офисы могут в будущем решить проблему нехватки дешевых площадей для маленьких компаний. КС-13, так называется проект, создавался по принципу строения конечностей млекопитающих и насекомых. В некоторых модификациях объекты приводятся в движение только при помощи мускульной силы человека. Других устанавливаются электродвигатели. Сейчас их изготавливают из фанеры. Перспективы планируется использование металла и бетона. В 2013 году Антон Раков и Юлия Ратиева начали работать над роботом. И вот первая разработка увидела свет. Полторы тысячи преступлений, связанных с оборотом фальшивых денег, произошло в Самарской области в прошлом году. Эксперты отмечают, что производство липовых купюр растет в период кризиса. В России подделывают рубли от пятитысячных банкнот до пятирублевых монет. С валютой не связываются, ее нет в ежедневном обороте. Больше всего под прицелом фальшивого монетчика в крупные деньги. Как распознать подделку и что делать, если она оказалась в ваших руках? Разбиралась Олеся Корецкая. Фальшивые деньги побывали в руках у каждого, только не все об этом узнали, говорят эксперты-криминалисты. За три месяца этого года в Самаре было больше трехсот попыток сбыть ненастоящие деньги. Чаще всего подделывают пятитысячные, они меньше бывают в ежедневном обороте. На втором месте купюры в тысячи рублей. Если кажется, что купюра фальшивая, первое, что нужно сделать, обратить внимание на качество изображения. У подделки оно низкое, картинка смазанная или мутная. Затем нужно посмотреть на просвет. Водяной знак должен быть четкий и двухтоновый. И обязательно должна быть вот такая фольгированная полоска внутри купюры. Ну а еще, говорят, подделки определяют по хрусту, но для этого нужно иметь музыкальный слух. Качество подделок растет, признают эксперты, но есть признаки, которые фальшивым монетчикам пока не удалось освоить. Есть такая вот виньетка, мы начинаем ее смотреть в косвопадающих лучах, там появляются две буквы «Р». Российский рубль. На фальшивых денежных купюрах такого нету, типа эффекта. И вот такая также есть виньетка овальной формы. Когда мы начинаем ее смотреть на просвет, там начинают бегать линии. Если к вам, грубо говоря, попал поддельный денежный купюр, то необходимо сразу обратиться к сотрудникам полиции, либо к банковскому учреждению, но если вы сомневаетесь ее в подлинности, чтобы вас банковские сотрудники отдали ее на экспертизу, проверили, является она подлинной, либо нет. Сомнительные купюры отправляют на проверку в экспертно-криминалистический центр. Деньги приходят у нас часто. Проверяются сначала визуально, то есть на овощи, проверяются на овощи, смотрятся цвет передачи, способы изготовления визуально. На помощь человеческому глазу приходит спецтехника – автоматические детекторы с интеллектуальным антистокс-контролем. Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи высвечивают подделку мгновенно. Подобными приборами оборудованы все крупные торговые сети. Специалисты советуют, при получении фальшивки не стоит избавляться от нее на рынке или в ларьке, иначе из пострадавших человек переходит в разряд соучастников. Наказание за это преступление – до 15 лет лишения свободы. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Уж сколько раз твердили людям, торговля сладков в Самаре запрещена. И все равно находятся те, кто пренебрегает правилами. Чтобы таких продавцов становилось меньше, в Октябрьском районе каждый день выходит вред по проблемным местам. А те, кто не готов торговать по закону, репортаж Валерии Макаровой. Машина улица Зефир. Это первое, что увидят полиция и сотрудники администрации, когда приезжают на улицу Челюскинцев. Здесь процветает лоточная торговля. Завидев камеру, водитель прячет лицо под дождевиком и начинает быстро складывать лоток. Ведь прогноз для него неблагоприятный. Разрешения на торговлю нет, договор аренды тоже. В итоге протокол. Я лично торговлю не осуществлял. Я в данный момент разгружал машину. Давайте я разгружал машину. Пишите, пишите. Пишите. Несмотря на отговорки, мужчине грозит штраф от полутора до четырех с половиной тысяч рублей. Местные жители говорят, Зефир у него очень вкусный, в магазине такой не купишь. Но сам Витрынка оставляет желать лучшего. Просто вот к мелким, которые сидят здесь, как, знаете, вдоль трассы какой-то, я отрицательно отношусь. Я нормально отношусь к тому, что здесь бывают продукты, которых сложно купить в магазине. Я имею в виду даже вот где-то по качеству. Все, кто торгует на улице, они торгуют незаконно. То есть у нас разрешена торговля или в стационарной сети, или не в стационарной. Если мы берем нестационарную сеть, это павильоны, киоски, то они должны иметь правоустанавливающие документы на занимаемый земельный участок. Специалисты отмечают, лоточников в Самаре становится меньше. Видимо, ежедневные рейды и штрафы свое действие в иземиле. Лоточная торговля в Германии в Самаре запрещена. Что, заниматься лоточной торговлей не надо? Мы лоточниками не торгуем. Мы легализуемся. Все, переходим на легальную торговлю. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. В Самаре выросло число предложений однушек в новостройках. Сколько сейчас стоит один квадратный метр в новых домах, знает наш экономический обзреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте, мировые цены на нефть продолжают стремительное падение. За один баррель дают уже 53 доллара. Валюта, наоборот, дорожает. Курс на 21 апреля. Доллар 56 рублей 41 копейка, евро 60 рублей 61 копейка. Золото стоит 2315 рублей, серебро 32 рубля 91 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 75 копеек. Дороже всего продать за 55 рублей 75 копеек. Покупки по акциям бьют рекорды. Каждое пятое приобретение в российских магазинах совершается со скидкой. Почитали аналитики Международного института маркетинговых исследований. В России вырастет прожиточный минимум. Минтруд предлагает увеличить его на 2%. Для трудоспособных это будет 10 701 рубль, для пенсионеров 8 178 рублей. А в Самаре выросло число предложений однокомнатных квартир в новых домах. На них приходится 24% всех объявлений. Почитали в областном фонде жилья и ипотеки. В среднем 1 квадратный метр в новостройках стоит чуть больше 51 тысячи рублей. На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 6-месячной девочки в больнице Симашко. По словам родителей, ребенку стало плохо вечером 24 февраля, когда у нее поднялась температура и началась рвота, они вызвали скорую. Маму с ребенком привезли в детскую клиническую больницу номер 1. Там диагностировали инфекцию и отправили в больницу Симашко. Медсестра поставила девочке укол, после которого ребенку стало еще хуже. В 11 часов малышку забрали в реанимацию, а через полчаса констатировали ее смерть. Экс-депутата Владимира Сюсина приговорили к пяти годам заключения. Стороны намерены обжаловать приговор. Суд Кировского района Самары переквалифицировал обвинение со статьи получения взятки на покушение на мошенничество. Находившегося во время процесса под домашним арестом Владимира Сюсина взяли под стражу в зале суда. Напомним, Сюсина обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. Якобы он требовал у знакомого Валерия Аникина, которому бывший депутат, предположительно, помог сохранить незаконно установленную автомойку, регулярные вознаграждения и бесплатную мойку авто для себя и семьи. В Талете пассажирский автобус улетел в кювет в зеленой зоне города по направлению в сторону центрального района. По словам очевидцев, в кювет рядом с остановкой улетел пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту номер 93. О пострадавших не сообщается. Реконструкция Московского шоссе выходит на финишную прямую. Сегодня рабочие заканчивают заливку основания последней секции путепровода, который уже этой осенью свяжет потоки транспорта, движущиеся по Московскому шоссе под проспектом Кирова. После этого останется возведение подпорных стенок и отделочные работы. Сейчас вдоль проезжей части уже устанавливают бордюрные камни. На разделительной полосе на участке от улиц Димитрово до Ташкентской и в районе поселка Мехзавод начали выкладывать тротуарную плитку. Финальный фасад Московское шоссе приобретет ближе к маю 2018 года. Областной Минтранс ищет подрядчика, который проверит состояние всех мостов в нашей области. Победитель должен проверить состояние 170 конструкций. Общая протяженность мостов – 10 километров. Они расположены в 25 районах области. В Кенельском районе проверят 23 моста, в Кенель-Черкасском – 18, в Красноярском – 15, в Челновершинском – 10, а в Ставропольском и Сезаренском – по 9 мостов. Максимальная стоимость за проведение работы составляет 10 миллионов рублей. Красота и комфорт двора в руках самих горожан. А инициативным самарцам с решением вопроса благоустройства обязательно помогут. На приеме у главы Самары Олега Фурсова обсуждался вопрос преображения двора на улице Саранской в Октябрьском районе. Ремонт внутри квартальной дороги, установка детской площадки. Марина Кравцова узнала, почему и самим жителям не стоит сидеть, сложа руки. Дождевой канализации нет и не было. За весной двор дома 13 по улице Саранской затапливает водой. Проблема, с которой председатель совета дома обратилась к главе Самары Олегу Фурсову. Властям района мэр поручил в течение одного дня откачать всю воду. Еще один вопрос – ремонт внутриквартальной дороги. Ее должны сделать уже этим летом. Проект составили так, чтобы в дальнейшем вода не стекала во двор, который находится в низине. По улице Саранской, от улицы Ялковской до улицы Гаражной проведем ремонт. И посмотрим как раз примитивные меры по отведению воды от данного проезда путем разуклонки, чтобы вода шла не к дому. Также жители хотят видеть рядом с домом благоустроенную детскую площадку. Третья проблема – это отсутствие детской площадки. У меня есть также фотография. Напротив нашего дома есть достаточно большое пространство, которое пустует. И, как вы видите, в гараже. Но при этом, по словам Алисы Киселевой, на уборку собственного двора жители не спешат. Хотя именно дворы, которые жители приводят в порядок, благоустраивают и власти. А в этом году в каждом районе по три самых чистых двора оснастят системами видеонаблюдения. Но и на Саранской все же появится детская площадка. Районным властям поручено составить план, какие турники и качели там можно установить. Надо съездить, посмотреть, какая площадь. И что там можно установить на этой площадке. Какие мафы. Посмотрите в бюджете и заявителю тогда доложите, в какие сроки можно установить там мафы. Но, Алиса Леонидовна, значит залогом вот такой работы с нашей стороны будет ваша участие в субботнике. Ответами я удовлетворена. По поводу внутриквартальной дороги, в принципе, я думаю, мы в июле увидим. На личном приеме у главы города обсуждают вопросы не только общественные. Кирилл Захаров – талантливый молодой пианист, студент музыкального училища, лауреат творческих конкурсов. Мальчик-сирота живет с бабушкой в комнате в коммуналке и ждет собственной квартиры. И хотя вопрос предоставления жилья детям-сиротам Самарии решается весьма успешно, почти 200 квартир для детей-сирот Департамент имущества приобретет в этом году, но очередь все еще велика, хотя есть альтернативные временные решения. Можно арендовать жилье, можем вас, значит, поселить там в общежитие, условно говоря, на какой-то период, а очередь ваша может подойти в 2018 году. Молодой музыкант выбрал вариант аренды, стоимость которой ему полностью компенсируют. А уже в конце этого года или начале следующего он получит свою квартиру в одном из новых домов в хорошем районе Самары. Именно такое жилье сейчас предоставляют сиротам. Марина Кравцова, Константин Головин, События. На Самарской набережной высадили 10 молодых елей. Деревья появились взамен тех, что спилили в феврале. Какие еще обновления ждут одно из любимейших мест отдыха горожан, узнала Лариса Шалафаст. Этим небольшим елем всего 18 лет. Для деревьев возраст младенческий. Когда вырастут, будут пышнее и высоту не меньше 30 метров, говорят специалисты. Саженцы привезли из питомника Самарской области. Несмотря на прохладную погоду, деревья на новом месте точно приживутся. Они гарантированно приживутся, потому что они выкопаны буквально вчера. Специально корневая система сохранена и упакована, скажем так, в специальную мешковину и специальная сетка из тонкого металла, который вреда потом корневой системе не нанесет. 10 молодых деревьев появились на набережной вместо 30-летней ели старожила, которую неизвестные вандалы спилили в феврале. Глава города дал поручение по увеличению численности тоже ели, провели работу с предпринимателем. Посадка этих деревьев происходит за счет предпринимателей без единой копейки бюджетных средств. На этом озеленение Самарской набережной не заканчивается. В планах посадить деревья разных сортов 22 и 27 апреля во время городских субботников. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Площадь цветников в Самаре в этом году увеличится на трет. Всего яркими сальвиями и бархотками украсит 28 тысяч квадратных метров. Когда в городе появятся первые красочные клумбы, а главное где, расскажет наш корреспондент. Полтора миллиона маленьких саженцев пестрым ковром расстилаются по столам теплицы. Совсем скоро эти сальвии, тагетисы, пеларгонии и агератумы украсят улицы, парки и скверы города. В этом году специалисты высадили больше 40 видов цветов. Подбирали тщательно, чтобы яркие клумбы как можно дольше радовали горожан. Петуния, например. Очень много сортов петунии и цветовая гамма большая. Она выдерживает загазованность города, выхлопные газы, а также может выдержать солнце, когда у нас очень солнечная погода. В этом году в рамках муниципальной программы «Цветущий город» площадь цветников увеличена на треть. В общей сложности она составит больше 28 тысяч квадратных метров. В два раза увеличится количество подвесных кашпо вдоль улиц. Цветники появятся на гостевых и туристических маршрутах. В парках будут уже традиционные ландшафтные композиции. Также в этом году готовят новинки. Основное внимание уделено общегородским объектам, как я уже сказал, гостевым и туристическим маршрутам. Будут установлены новые скульптурные композиции. Только в этом году будет установлено 16 новых топиарных скульптур, посвященных футбольной тематике. Ярким цветом Самара зацветет уже к 9 мая. Полностью украсить город планируется до конца июня. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Послушайте Родине, обязан каждый. С такими словами офицеры российской армии обратились к призывникам на встречу в музее Центрального военного округа. Какие бонусы принесет молодежи армейский опыт и чему можно научиться за год в воинских частях, узнал Сергей Кизоркин. Служить не тужить, в этом уверен после встречи с кадровыми офицерами российской армии девятиклассник Роман Филимонов. А еще вчера он сомневался, стоит ли вообще идти в армию. Теперь молодой человек решил готовиться к службе, записавшись в патриотический клуб. Ветераны рассказали все очень четко, понятно и немного даже появилась мотивация пойти в армию. Владимир Касимцев спит и видит себя армейским медиком. В школе налегает на химию и биологию. После госэкзамена планирует поступить в медуниверситет, а получив диплом врача, примерить на себе погоны младшего лейтенанта российской армии. Это будет помогать налаживать отношения с любыми людьми, абсолютно любыми. Также это будет приближать к таким условиям, в которые может попасть абсолютно любой человек. А значит это, назовем это так, выживанием. Потому что экстремальные ситуации были, есть и будут у всех всегда. И умение их преодолевать, и ориентироваться, и не терять голову, это всегда полезно. Встречи военных комиссаров, ветеранов и героев локальных войн с самарской молодежью призывного возраста проходят регулярно. Офицеры рассказывают о буднях армейской жизни. И о тех проблемах, которые могут возникнуть у молодого человека, если он откосил от армии. Закон регулирует тот вопрос, который называется непрохождение военной службы, не имея на то законных оснований. Кто-то в дальнейшее место военного билета получит справку формы 1У. Этот документ будет серьезным препятствием в дальнейшем трудоустройстве. А почему бы не пойти, почему бы не служить. На войну никого не отправят, а подготовят, подготовят соответствующим образом. Записаться в армию можно дважды в год в осенний и весенний призыв. План военного комиссариата Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов Самары всего 250 новобранцев. Он выполняется. В последнее время у клонистов стало намного меньше, а срочники, зачастую после дембеля, уходят служить по контракту. Благо, зарплата выше, чем на гражданке, существуют социальные льготы. А после определенного срока службы государство обеспечивает квартирами. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Язык дружбы. Так назвали новый волонтерский проект в Самаре. Во время чемпионата мира по футболу об истории уникальных особенностях города, экскурсоводы смогут рассказать и гостям с нарушением слуха. Как сурдоперевод поможет привлечь туристов, объяснит Марина Кравцова. Как рассказать об истории Самары без слов? Необычные занятия проходят в Центре подготовки городских волонтеров чемпионата мира по футболу. В зале – будущие экскурсоводы. Им предстоит провести по самым интересным уголкам города – слабослышащих туристов. В помощь – новшество. Специальный портфель, где наглядно показано, о чем идет речь. Я могу для женщин очень много объяснять разницу между ИЛ-2 и МИК-3. Мне значительно проще просто показать. Опять же, мы можем много говорить об архитекторах. Ну вот, например, это здание построил какой-то архитектор. Какой смысл об этом говорить, если можно показать. Вот. А для ребят, которые будут проводить занятия, это тоже упростит задачу. Преподаватели курсов – известные экскурсоводы и специалисты по языку жестов. Они учат сурдопереводу. Всегда это было интересно. Это другой язык, особенный язык. А среди волонтеров – как обычные студенты, так и ребята с нарушениями слуха. Среди ребят с нарушением слуха большинство мальчики. Они все увлекаются очень футболом. Мы подумали так, что к нам приедут много гостей, у которых есть нарушение слуха. Есть переводчики с английского сопровождающего, с французского. А вот для того, чтобы люди с нарушением слуха сопровождают жестов, таких нет. Экскурсовод, владеющий и сурдопереводом, и в мировой практике редкость. Для Самары это еще одна возможность повысить туристическую привлекательность. А для ребят не только лучше узнать родной город, но и овладеть уникальным умением общаться без слов. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Новый для Самары вид спорта окончательно прописался в областной столице. Соревнования по боям без правил проходят почти каждый месяц. На этот раз бойцы вышли на ринг определить чемпиона ПФО. Как и выступили самарские спортсмены, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта. Продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Джалил Алукаев родом из Дагестана. Сражаться в ринге за победу у него в крови еще подростком его в секцию вольной борьбы привел отец. С тех пор Джалил постоянный участник и призер различных соревнований. На чемпионате ПФО по боям без правил кандидат в мастера спорта по ММА выступает за сборную Татарстана. В финале Алукаев победил самарского соперника. Путь на вершину пьедестала почета оказался нелегким, признается чемпион. Тяжело было, конечно. Три боя за один день, а сегодня только настаивался на финал. Все получилось. Самому тоже надо защищаться от других. У них же такое тоже. У меня, как у меня. Надо чуть-чуть переживать, конечно. В соревнованиях по боям без правил все-таки существуют свои правила. Во время поединков в смешанных единоборствах можно как драться, так и бороться. Три раунда по пять минут. Запрещено бить локтями как в стойке, так и в партере. Коленями во время борьбы. В пах, горло, по затылку и позвоночнику. На чемпионате по Волжье сборная Самарской области в новом для себя виде спорта выступила удачно. Заняла вторую общекоманду место, уступив Татарстану. В медальной копилке 63-го региона семь наград. Четыре из них золотые. Единственное серебро завоевал Шамиль Бахачалиев. Не доработал, что нужно было делать. В следующий раз все возможно сделать. В начале мая чемпионы и серебряные призеры федеральных округов соберутся снова вместе. В Ростове-на-Дону определить уже чемпиона России по ММА. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова